Депутаты городского округа Люберца провели очередное заседание совета. На этот раз на повестке дня стояли вопросы введения земельного налога, а также рассмотрение проектов муниципальной адресной программы по реконструкции и развитию застроенной территории некоторых микрорайонов округа. На совещании депутаты утвердили ставки земельного налога на территории округа. Новые показатели будут применяться с 1 января 2018 года. Напомню, на сегодняшний день при расчёте налога применяются ставки бывших поселений. Отмечу, в целом они не особо изменятся. В Малаховке для огородничества ставка составлять будет 0,3, а не 0,2. Увеличится количество льгот, представляемых для социально незащищённых слоёв населения. А именно для малообеспеченных граждан, для многодетных семей и для ветеранов труда, которые не работают. Кроме этого, депутаты единогласно утвердили ликвидационный баланс контрольно-счётного органа городского поселения Тамилина. Эта процедура является частью ликвидации посёлка как самостоятельной географической единицы и вхождение его в состав городского округа Люберцы. В ликвидационной комиссии были соблюдены все процедурные вопросы. Показатели баланса равняются нулю. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Кроме этого, на очередном заседании депутаты обсудили проект муниципальной адресной программы реконструкции и развития застроенной территории микрорайонов 92-93 городского округа. В дальнейшем предполагается снос всех домов 375-й нумерации. Всего в процессе реконструкции будет расселено не менее 302 семей или 555 человек. Предлагается проект муниципальной адресной программы реконструкции и развития застроенной территории микрорайона улицы Новая. Сносим 11 жилых домов площадью почти 15 тысяч квадратных метров. В предлагаемом проекте застройки мы получаем 135 тысяч квадратных метров жилья, расселяем 335 человек. Также закладываем строительство поликлиники на 500 посещений в смену. Кроме этого, на совещании депутаты обсудили внесение изменений в положение о порядке формирования управления и распоряжения муниципальной казной городского округа, а также в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности округа. Мария Лапчева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.